Сегодня ты увидишь абсолютно полный слеп 8 сезона в стенд оф 2, какую карту нам добавят, вернут ли зону 9 стенд оф, и также ты узнаешь точную дату выхода 8 сезона и еще много всего нового, обязательно смотри до конца, чтобы все узнать. Быстрая проверка на твою удачу, последняя цифра твоего лайка, покажешь какой скин ты получишь после катки, мне лично очень не повезло и выпало цифра 2, а что выпало тебе, поставь лайк и отпиши в комментариях, будет интересно прочитать. Всем привет дорогие друзья, с вами как со Санджей, я очень рад каждому, кто смотрит это видео, ведь сегодня будет самое масштабное видео про следующее обновление, которое нас ждет в игре, а именно 8 сезон, или же обновление 0.30. Сегодня ты узнаешь тематику этого обновления, самое главное точно дата его выхода, и еще поговорим с вами о новом нажи в 8 сезоне, какой ночь нас 100% ждет, и вообще будет ли это нормальное обновление, или опять будет новый пас и карта, давайте разберемся. Также еще и поговорим о новом неймли скине, видос если что будет очень большим, и многое сейчас я сказать не могу, и он получился очень интересным и важным, ведь в видосе будет много интересных сливов. Короче ребят, берите что-то вкусного, видос получился просто офигенным, вам нужно обязательно досмотреть его до конца, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем, ведь сейчас вы узнаете все про 8 сезон, всем желаю приятного просмотра. Фан энд сан вышло, а это значит то, что ты можешь выбить новые скины и бп на джи стендов, с моим промокодом санбп, после пополнения ты сразу получишь кейс фан энд сан, и возможность выбить халявный батл пас, пополнить можно даже от 10 рублей. Также за каждое пополнение ты получаешь драконное, выбирай яйцо и отправляй дракона в полет, в батл, и получи еще больше топового дропа, и не забывай, просто играя на сайте ты получаешь бесплатные кейсы. Ну а также по ссылочке в комментариях ты сможешь найти их в социальные сети, в которых раздаются море голды, так что не упусти возможность, подписывайся и забирай крутые призы, встретимся на джи стендов, ссылочка в комментариях. Ребят, скоро в стендове появится новый нейбли скин на мак 10, возможно когда вы смотрите это видео он уже появился в игре, что же это за нейбли скин, ребят, вы только на него посмотрите, вам не кажется что это полностью украденный скин из кс 2, и да, это барабанная дроп, вот этот скин на точно такое же оружие из кс 2, любой тут заметит сходство, я не понимаю как это можно тогда считать нейбли скином, ведь это мак 10 красного цвета, и точно такой же скин я могу купить в кс 2, так еще и дешевле, да, звучит как реклама, но это не реклама, мне кс 2 не платили, да, этот скин полностью сворован из кс 2, отпишите в комментариях как вам данный нейбли скин, будет интересно прочитать, понравится он вам или нет, ведь это украденный скин из кс 2, можно же было например добавить тот же ахэспорт в 2 в игру, этот нейбли скин тогда бы взорвал бы рынок, ведь он был бы супер популярным, но разработчики снова добавляют какую-то фигню, так еще и украденную, мда, пишите в комментариях ваше мнение. И еще, получить данный скин почти невозможно, нужно собрать 10 нейбли с фрагментов, про это будет следующее видео, обязательно ждите, где я объясню как получить пазлы, получить данный скин почти невозможно, и не факт, что кто-то когда-то его выбьет, и запрос на покупку у него самый большой из всех нейбли скинов, даже мими край можно купить за 75 тысяч, если вам нужен этот скин, то соберите 10 пазлов, но мало у кого я думаю хватит на это денег, а где же взять эти фрагменты боксы? Я же отвечу, это режим пляжная вечеринка, но подробно я в этом видео рассказывать не буду, и сделаю уже в следующем видосе, так что если ты не подписался, то обязательно подпишись, я вообще считаю, что собирать нейбли с фрагменты ради этого скина, это пустая трата времени, мало того, что скин по сути переоцененный, так еще его выбить почти невозможно, те кому этот скин нравится, и вы прям очень хотите с ним поиграть, то просто заходите в кс 2 и играйте с этим скином, мак 10 красное яблоко, это точно такой же скин, который разработчики украли, в общем жду ваше мнение в комментариях по этому поводу, как вам данный скин? Также, ребята, я надеюсь, что к следующему обновлению разработчики сделают либо нормальное управление, либо вернут старое, новое управление это просто кошмар, это просто копия пабга, ну реально, где у разработчиков оригинальность, я не понимаю, что в последнее время все берется из других игр, я надеюсь, что восьмой сезон, про который мы сейчас будем говорить, будет лучше, ну и давайте перейдем уже к самому обновлению 0.30, что же это будет за обновление? Да, ребята, это уже следующий сезон, который будет, не скажу когда, а узнаете в конце видео. Давайте начнем с самого главного. Какая же вообще будет тематика восьмого сезона в Стэндов 2? В одном из своих видео я уже разгадывал тематику восьмого сезона, но еще раз. Потому что многие, я думал, ничего из этого не знают. Если мы с вами зайдем на предыдущие трейлеры, когда он начинался седьмой сезон, то мы с вами увидим книгу с Римской империей. То есть именно там и будет восьмой сезон. И это нам уже дает большую информацию. Ведь специальная тематику следующего сезона мы можем знать, какой ночь нам добавить. Но давайте я скажу то, что свое мнение про тематику Рима в восьмом сезоне. Это прикольная идея. Но как это будет вообще выглядеть в обновлении, непонятно. Ведь Древний Рим это вообще никак не вписывается в Стэндов. Я не знаю к чему это, как это связано со Стэндовом. Очень многие помнят карту Мира в Стэндов 2. Она до сих пор актуальна. И не все места тут открыты. Если что, карта Мира в Стэндов 2 не имеет ничего общего с реальной жизнью. Так что да, следующий сезон реально будет в стиле Римской империи. Летнее обновление уже вышло, а значит в следующем обновлении будет уже сезонное. Так что это точно подскалка на восьмой сезон, а не на другое обновление. Ну и какой же нож нас ждет в восьмом сезоне? Конечно же разработчики сами выберут. Но я думаю, что этот нож будет как-то сильно связан с Римской империей. Может какой-нибудь кинжал, что-то типа такого. Ну как я думаю. Табы же какой-то нож возьмут из CSGO. А теперь давайте я продолжу свою идею для разработчиков на восьмой сезон. Кто не знает своих видео, я предлагал разработчикам добавить мою идею, а именно осмотр перед покупкой. И да, разработчики услышали и меня, и всех игроков. Я надеюсь, что разработчики еще одну мою идею, связанную с новыми оружиями, добавят. В этом сезоне нам добавили всего одно оружие, в чем я очень недоволен. Нам добавили оружие ВАЛ, да, оно не плохое, но оно убивает баланс. И сейчас я объясню, что я имею ввиду. Как вы знаете, Тера любит брать М-ку, если она упала у спецназа, а спецназ любит подбирать калаш. И так было всегда, после оружия ВАЛ, все, этот баланс нарушен. Я предлагаю разработчикам добавить именно два новых оружия и один новый пистолет. Кстати да, вы заметили, нам очень давно не добавляли пистолета в игру, если вы не заметили. Как насчет того, чтобы нам добавили всем известный револьвер, это очень популярный пистолет. Я уверен, было бы круто его увидеть в стендоффе. Ведь новых пистолетов у нас давно не было в игре, я думаю, этот пистолет был бы имбой. И также я предлагаю разработчикам добавить еще Галил и Бизон. Два имбовых оружия, которых почему-то до сих пор нет в игре. Они к тому же популярны, напишите в комментариях, что вы о них думаете, будет интересно прочитать. Ну и давайте поговорим о новом подарке в восьмом сезоне. Да, он будет, но что за подарок? Его нам дадут за игру в прошлом сезоне. Как это уже было в прошлых сезонах, в зависимости от звания, дадут брелок в виде подарка. Если же у вас было высокое звание, то дадут именно брелок Аркану. Любой брелок, который нам дают как подарок, продавать нельзя. И это будет единственный подарок в виде брелка, и только если вы хорошо играете. Если что, это дают в каждом сезоне, так что да, подарок будет бесплатный, но не всем. Но седьмой сезон не получился таким глобальным, и я надеюсь, что восьмой сезон будет гораздо лучше. Точная дата выхода восьмого сезона. Готовьтесь. Давайте с вами узнаем, когда заканчивается пас Фан Эн Сан. 34 дня, когда я записываю это видео. То есть 3 августа. 3 августа, все, пас заканчивается. Это значит, что уже где-то в августе нас ждет трейлер восьмого сезона. Потому что закончился пас. Потом где-то в середине августа выходит пас на рынок. Только после этого, близко к концу августа, нас ждет трейлер. Исколь всего, именно в сентябре нас ждет долгожданный трейлер восьмого сезона после летнего обновления. Но если ты тоже ждешь восьмой сезон, напиши в комментариях, я жду обновление 0.30 в стендов 2. Это проверка тех, кто досмотрел до конца. Смотрю мое прошлое видео про то, как быстро пройти пас. Там реально крутые способы. А на этом все. Всем удачи. Всем пока-пока.